Доброго времени суток, уважаемый пользователь канала Magic Box! С вами Берти Смайл и Magic Device. И продолжаем тест-драйвы на PlayStation 4. И сейчас рёв мотора, и шины свистят, скрипят... Drive Club! Как мы хорошо сказали вместе. Синхронно. Ну, команда как-никак. Игру, которую мы ждали с момента выхода PlayStation 4. Игра, которая позиционируется как убийца Forza Horizon или прочее. Игра ориентирована на онлайн и так далее и тому подобное. Ну, мы постараемся вам показать и синглплеер, и онлайн. В общем, до недавнего времени были проблемы с доступностью серверов. То есть, очень много людей ломанулось играть в эту игру. И сервы не выдержали потока и загнулись, короче. Да, ты расскажи подробнее. Мы сейчас запустили игру, увидели, что вышел какой-то патч. Мы скачали патч, и я удивился, потому что вчера, как обычно, было все через пень-колоду, недоступно серверов, а все, пожалуйста, мы сейчас игру запустили, и все работает. Пожалуйста, я сейчас состою в клубе. То есть, я могу создать клуб, могу вступить в клуб. Вчера этого не было, но все было недоступно. Как мы удачно сегодня снимаем тест-драга? Оба есть, соответственно, количество участников, максимум 5, да? Есть уровень, который прокачивается, когда вы ездите по трассам, зарабатываете очки славы, которые прокачивают ваш клуб. Соответственно, есть в мультиплеере соревнования клубов и так далее и тому подобное. Ну, ладно. Мультиплеер, наверное, вы уже сами посмотрите. По поводу машин. Машин очень много, как мы видим, да? Какая, пожалуйста, их очень много. Разнообразие какое есть там? Модели какие? Машины делятся на хэтчбеки, которые поначалу доступны в гонке на хэтчбеках. Спортивные машины, суперкары и гиперкары. Ну, точнее, гоночные, супер и гиперкары. То есть, пятерки у нас здесь, 5 вариантов. Да, соответственно, для каждого, для каждых машин свои гонки. Сейчас мы вам их покажем. Да, и Володя вам сейчас, кстати, расскажет, какие страны здесь представлены производители машин. Да, страны производителей здесь, к сожалению, не так много. Германия, Италия. Англия. Англия. Англия, да. То есть, ни Япония, ни Франция. Представлены только еще нашим Маруся. Маруся, Маруся, Маруся. Маруся, да. Вот все видно такой вот плиточкой в стиле современных операционных систем. Windows 8, да. Они тоже нам проплатили деньги. Мы миллионеры. Давайте, смотрите. То есть, у нас есть гонки на время. То есть, вы соло здесь ездите по-быстрому проехать круг. Гонки, соответственно, с оппонентами. Разбивание есть? Ну, сейчас все это увидим. Ое. К примеру, запускаем. Некоторые, кстати, машины, как, к примеру, данный Volkswagen Golf, доступен только при наличии вашего клуба. Соответственно, так же, как и клубная расцветка. К сожалению, у этой игры нет настроек автомобилей. То есть, ни апгрейдов, ни настроек, вообще ничего нет. Ну, это важно. Это не очень хорошо. Потому что, честно, я думал, что игра будет больше симулятор, чем аркада. Но оказалось, что игра больше аркада. Даже я больше скажу. Это и есть аркада, но по круговым трассам. Ну, круговые гонки, да. Круговые гонки. Ну, мы сейчас покажем разные виды, обзоры. Да, разные виды, как обычно, доступные. Очень эффективно сделан вид из кабины. Мне очень нравится, как он сделан, честно. Но не так легко рулить. Кстати, даже, может, чем-то попроще рулить. По крайней мере. Сказал, он исчез, блин, очередной знак? Да. Да. Давайте все покажем. Управление в игре, как раз таки, как и сказали разработчики, они пытались найти такой баланс между аркадой и симулятором. Ну, честно, она больше такая аркадная гонка, в которой, к примеру, есть дрифт, но в него можно попасть только при помощи ручника. Очень странно. Это очень странно, особенно на заднеприводных машинах. Ну, ладно. Это все технические мелочи. Да. Единственное, можно я у тебя буквально минутку возьму времени твоего эфирного, объясню просто ситуацию, которая у нас периодически возникает, да. Ребят, многие пишут, я уверен, что многие у нас профессионалы, скромные люди и все остальные. Нам вот после выставки Игромир, демонстрации именно этой игры, не только пишут. Ребята, да вы где такие, да это, наймите себе нормального водилу, показывайте грамотно вообще, что происходит и как надо водить. Ребят, мы здесь показываем не то, что как надо водить, и как надо классно ездить, и что мы здесь чемпионы Европы вообще по вождению Need for Speed и все остальное. Ваша задача показать, как игра будет. Мы обычные пользователи. Показаться рассказать, что в этой игре есть. Конечно. Или наоборот, блин, да, здесь все профессионально, вот мы лузеры сейчас снесли все знаки и так далее. Поэтому, пожалуйста, мы очень ценим ваши комментарии, все остальное, но просто делайте скидку. Мы не будем нанимать профессионалов по вождению, это не к нам, это на Формулу-1 или еще куда-то. Мы показываем тест-драйв так, как он есть и так, как мы умеем. И делаем это от души и делаем для вас. Спасибо. Ну вот, вернемся к нашим заездам. Машины очень цепко держатся за дорогу. Причем неважно, на чем вы едете, на гиперкаре или на слабеньком хэтчбейте. Сказал, он снесся в фору. Это я шучу уже. Ну вот начинаем, да? Да, очень тут часто идет смена дня и ночи, такое нам показывают. То есть, вы можете начать днем, закончить ночью, либо наоборот начать ночью, там встретить рассвет, все очень красиво. Я могу сказать, что честно, я не впечатлен графикой. Мне вот пока эта вторая гонка, если не брать Cell of Damage, это такая, неважно, в общем, из таких более-менее нормальных гонок, это вторая гонка после Need for Speed Rivals, которая гоночная, в стиле гонок, вышла на PlayStation 4. И честно, Rivals мне по графике больше нравился, потому что там был Frostbite, движок, и он выдавал действительно такую эффектную картинку. Здесь она даже, можно сказать, несколько скучная. Но о чем сейчас можно говорить, если вот, да, ты мне как вот по секрету буквально перед съемкой тест-драйва рассказал, да, что почему отложили, это же планировалась игра с выходом в дни продаж PlayStation 4, ее резко отложили, и сейчас она только, грубо говоря, дебютировала. Почему? Потому что Need for Speed? Electronic Arts? Ну, я, честно, точно не могу сказать, под каким именно плодом. Ну, то есть они посмотрели на то, что происходит вообще в виде, в мире, да, гонок. И да, и игру переписывали с самого начала. Может быть, это внесло такие вот изменения. Может быть, игра первоначально была совсем другой. Ну, кстати, вот у нас в Maserati и дрифт. Кстати, я так, честно, и не понял, как именно тут надо правильно дрифтовать. Тут есть такие вот, получается, разгонные, то есть зоны дрифта и зоны разгон, за которые вам даются очки. Ну, по крайней мере, подсказки идут, как бы видно все. Ну, знаешь, вот честно говоря, я вот не фанат гонок. Не фанат, сразу скажу. Я честно скажу, я люблю хорошие игры, неважно, что это. Согласен. Гонки или нет. И порой сесть за руль каких-нибудь мощных спорткаров и прочего, это действительно как бы разбавляет геймплей. Но, тем не менее, я видел, как выглядит, пусть даже тот же Need for Speed Run. Ну, по крайней мере, я про ран говорю. Пусть ран, да? Пусть ривелс, неважно. Но те же восходы-закаты, вот эти природные, грубо говоря, светопреломления, мне почему-то больше симпатизировали там. Опять же, что мы можем сказать о повреждении машины? Повреждения есть, но они условные. Их практически нет. Вы можете поцарапать вашу машину, можете ее как-то немножко помять. Соответственно, это ни на аэродинамику, ни на что вообще не влияет. Ну и ладно. И что, огромный минус для любителей игровых? Честно, я бы даже, как это делают обычно разработчики Grand Tourism, я бы даже не включал в игру модель повреждения, если ее, по большому счету, и нет. Ну да. Но многие любят прокачку. Что еще можно в этой игре показать? Семена запчастей. Здесь есть это? Прокачки. То есть, за каждую гонку вы получаете, вот видели, начисляются какие-то очки. Это так называемые очки славы, которые прокачивают не только ваш уровень, здесь у вас уровень растет, вот, кстати, наша Маруся, да? Да. Но и также прокачивают ваш клуб. То есть, чем больше участников ездят, чем больше они получают очки славы, тем больше выше уровень вашего клуба. Соответственно, за уровень вашего клуба также открываются машины. Так же, как и за ваш уровень. Все машины открываются за прокачку уровня. Ну, Маруся решили погнать ночью. Да. Ну, выглядит эффектно, Маруся. Ну, естественно. Многие хают ее, но... А, опять, кстати. Чудо. Что-то я забыл что-то. Ну, зато они повреждения, смотри, какие сразу поцарапанные, разбитые. Вот так, уважаемые пользователи, мы ездим, да. Мы не умеем ездить, мы не скрываем. Да, ну, это довольно мощный автомобиль, 420 лошадиных сил. Управление сложнее, да? Конечно. Зато дарифт у тебя как получается, хорошо. Да, ни хрена не получается. Ну, ладно. В общем, суть понятна. Мы что-нибудь из сетевой будем показывать, нет? Ну, можно, конечно, попробовать войти в сеть, показать. Если получится. Ну, остальная суть-то ясна и видна. Мы показывали вам даже вживую это с выставки Игромир, да? Да. Вот. Там было все красиво, пиар, такая машина желаемая, как раз ребята на фоне. Так, вот, командные гонки, которые будут через... Давайте покажем мультиплеер, потому что только европейские автомобили. Пользователи захотят увидеть. Давайте покажем. Давайте. Норвегия, Шотландия, Ирландия. Давайте. Кстати, в онлайн-мой гонках очень много машин, которых вы не открыли, вы можете взять, так скажем, в аренду. То есть, они вам выдаются, вы можете на них покататься. А у нас сейчас типа кто-то присоединиться должен, да? Наверное. Я, к сожалению, поиграл по сети только в первый день выхода этой игры. Потому что все остальные дни сервера были недоступны. Ну смотри, установки связи с игроками, смотри сколько игроков. Да, да. То есть, судя по всему, разработчики действительно исправили проблемы, и игру уже можно покупать. Да, смотри, Crash Bandicoot с нами. Я очень много не сказал, что я играю в эту игру, очень много злился. Честно, даже жалел о том, что купил ее. Все как раз таки из-за проблем с сетью, потому что получается Drive Club только без Club. Да, он пришел в студию, у нас уже монитор заплеван, можно сказать. Все уже. Геймпады разбиты, монитор заплеван. Да, да, да. Очень мне не понравилась система штрафов, когда вы срезаете даже незначительно угол какой-то, да, случайно, выехали на обочину, и вам за это дает штраф. Штраф вы не можете набирать скорость. Ну, все как жизнь, короче, да? Ну, подключились люди к нам везде на двадцать первый уровень, то есть мы вообще сейчас будем как бы… Да нет, кстати, это гонка на хэтчбеках, в принципе, должна быть более-менее нормальной. Ну, посмотрим, по крайней мере, вы видите, что все работает. У нас в студии интернет сегодня не пойдет. Потом продолжим про штрафы. То есть вы не можете набирать скорость. Также это присутствует, когда вы в кого-то врезаетесь. То есть вы можете на скорости там 200-250 куда-нибудь впилиться, и ничего не будет. Да, да. А иногда вы куда-нибудь врезаетесь, к примеру, на скорости, на какой-нибудь там 50-60 км, случайно бодаете своего товарища или какой-нибудь угол, и вам дается штраф. Вы не можете набирать скорость, и вас обгоняет даже самая босса на Запорожец. Это не очень приятно, потому что, опять же, вот этот дебаф накладывается на какое-то разное время. Иногда он накладывается… Я еще и первый, надо же, вы представляете. О, сейчас я всех сделаю. Раз, семь, да? Иногда он накладывается буквально на несколько секунд. Ну, на две секунды. А иногда секунд на семь, и вы едете, и, честно, это не очень приятно. Кстати, в игре присутствуют такие вот… я забыл, как это называется, типа… достижения… не достижения. Поинты какие? Ну, в общем, в игре вы видели, присутствуют всевозможные задания, к примеру, там, проехать… не обязательно приезжать третьим, ой, первым точнее, да? За это дается просто дополнительная звездочка. Если вы займете одной из лидирующих позиций. Первое, либо второе, либо третье место. Либо организатор соревнований… Либо, если вы проедете за предустановленное время, если вы выполните какие-то дрифт, иногда появляются такие сражения, то есть, если вы следуете синей линии, то у вас начисляются очки, и вы должны заработать две тысячи, как видим… 343 очки, да? Соответственно, если вы их не заработали, то вы проиграете. А мы первое, что ли, из 11? Это в онлайне сейчас. Офигеть, ну, круто. Ну, кстати, видим что-то их… Судя по всему, это проблемы с интернетом у нас немного. А, это тебя, типа, обогнали? Колбасит как-то их очень странно. Да, да, да. Ну да, у нас здесь не сверхскоростной интернет, поэтому, по крайней мере, мы вам онлайн показываем, что все это работает. Да, но это очень весело выглядит, если не честно. Да, на самом деле, вы сейчас эксклюзивные кадры видите. Эта машина – хэтчбэк-призрак, можно сказать, да? Можно сказать, и вот второй призрак. Вот, поэтому сегодня у нас такая война призраков с призраками. А мы нормально вот по снежку едем. Все, управление достаточно сложное. Ну, и вот мы пришли третьими. Я победил, да? Да. Ну, подобное встречается не только в сетевых гонках, но еще и в оффлайновых. Ну, смотри, ты врезался, и один стал не призраком. Понял? Ну, да. Чоус бастерс! Как раз таки, да. Звоните охотникам за привидениями. Да, да, да. Ну, весело, весело. Соответственно, выполняя задания, видите, нужно дритв сделать. Я так победил. Шестнадцать. К сожалению. Да. Ну, весело такая ситуевина. Давай, Володь, подводить итоги и двигаться дальше, потому что у нас есть вообще супер вкусняшка на PlayStation 4, на которую надо всем запастись памперсов. Вот. Ну, Drive Club, что? Это был Drive Club. Это был Drive Club. Остальное наше мнение вы все слышали в течение самого тест-драйва. Мнение тут особенно мы не выразили. Игра сейчас оценки в основном где-то в районе шести-семи, да? На меня супер фурора не произвело сразу. На меня тоже. На меня игра не произвела какого-то впечатления. Кстати, вашего персонажа можно настроить. настройки, в опциях это может быть парень, девушка, мулатка, блондинка, ну, не важно. Настройок немного, но, тем не менее, они есть. И это даже, можно сказать, лишняя опция такая. В целом, что могу сказать. Если вы изголодались по гонкам, конечно, попробуйте эту игру. Если вы ждали Drive Club, честно, я вам могу сказать, очень разочаруетесь. Верили всему тому, что нам говорили разработчики, Sony, что это вообще будет супер шедевр. Я боюсь, что вы разочаруетесь в этой игре. Ну, а мы всем, чем могли, вам помогли. Была команда Magic Box, Бертис, Майл. Спасибо огромное, Володь. Magic Device – покорный слуга. Продолжаем дальше двигаться тест-драйвер для PlayStation 4. Пока. И газуйте, газуйте. Все равно адреналин будет. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok